всем привет я долго думала откуда начать это видео как начать она объявили что у нас открыли бассейн я решила что пора это делать хочу записать для вас видео где расскажу как у нас устроен дом у нас очень необычный дом который находится сразу через гудзон речку от манхэттена чтобы доехать до манхэттена до 42 улице нам занимает примерно 10-15 минут мы доезжаем через туннель под водой который называется линкан туннель и уже 10-15 ты уже на манхэттене либо у нас есть вариант уехать через джордж вашингтон это знаменитый тоже мост очень красивый но ты просто находишься немножко другой части манхэттена так вот остановимся на нашем здании она у нас огромное мне хотелось бы вам показать все что у нас есть сегодня я вам покажу именно здание заходить в нашу квартиру мы не будем это я сделаю отдельное видео иначе это видео будет просто нереально длинным и долгим потому что у нас доме реально есть что посмотреть история начинается с того что мы купили эту квартиру 2016 году очень заинтересовались именно этой зоной очень близко мы находимся к нью-йорку но с другой стороны здесь более спокойно и более чисто чем допустим в самом городе нью-йорке соответственно а в нашем здании есть очень большое количество разных развлекательных элементов которые есть и люди которые только приезжают к нам они чувствуют себя примерно как в отеле и действительно так и я вам сегодня все покажу пойдемте маску нужно одеть иначе меня нигде не пустят но моя маска она фиктивная она больше делает вид так вот мы с вами сейчас находимся в здании лобби у нас в нашем доме есть резина зданий как ты вы можете их видеть сюда одно первый tower 2 tower и мы с вами находимся в третьем каждый tower у нас закреплен цвет который разделяет все наши три tower и наш цвет как вы видите акцентовый зеленый мой любимый а вот так по стечению обстоятельств мы с вами были в зоне ожидания на которой кстати нельзя находиться видите закрыта но я пробралась нарушительница вот так выглядит наше лобби ребятам которые вставлены дают коробочки вот здесь когда ты заходишь на лобби вот привезли коробки а заходишь на лобби здесь ты проходишь это кстати наш почтальон тут сидит видите за сзади меня классно слышать музыку когда ты заходишь ты подходишь и ключиками берешь подходишь свои квартирки берешь открываешь засеешь вау ничего себе я открыла америку в общем так выглядят наши почтовые ящики специально такое отделение и в америке такая система что твоя квартира это твой этаж соответственно 20 до 20 этаж где это юнит одним все сидит находится как бы в одной друг против друга и очень легко разобраться в какой квартире ты живешь на каком этаже вопросов не возникает сейчас вам покажу как вообще вход так просто схода нет смысла показывать уже там очень шумно ай вот наш еще один как это называется но когда ты заходишь ты видишь вот такой вход и потом идешь на лобби но я думаю что мы там с вами прошли так так мы с вами вышли сюда я вам покажу сверху как что выглядит а потом мы уже с вами непосредственно пойдем по каждой части я честно даже теряюсь с чего начать надо было наверно прописать но мне показалось так легко ну в общем смотрите вы вышли когда вы из лобби у вас открывается вот такой шикарный вид на манхэттен мы примерно находимся на уровне 68-70 улицы манхэттена то есть на аппару аппару стоит или а провисает до внизу на дорога это наш бассейн который мы с вами сегодня сходим а это бассейн покрытый олимпийского размера очень большой но сейчас он в реконструкции то есть они над ним работают вот там же у нас вы видите вот это три теннисных корт они тоже принадлежат нашему билдингу с этой стороны но я вам еще покажу это барбекю просто сверху я думаю что гораздо проще посмотреть это уже начинается другой комплекс и площадка она тоже детская вот здесь на принадлежит я предлагаю подняться в наш мини-парк у нас в нашем здании есть свой мини-парк и это на самом деле такая отушина нашего дома как это выглядит сейчас я вам покажу так мы поднимаемся с вами здесь по лестнице либо можно было до двадцатого этажа доехать и мы с вами доходим до этого шикарного мини-парка огромное количество stories моих сняты здесь вы наверное даже кто на инстаграм подписан вы скорее всего узнаете это место это наш мини-парк здесь люди загорают здесь можно прийти посидеть попить кофе здесь можно позаниматься разной йогой возникает stories вопрос что это такое крыша потому что все наши вот если можно посмотреть не видно тут запотела немножко все наши три таура 1 2 и 3 они связаны по крыше нашего мола мы в него сейчас с вами тоже зайдем пока вам покажу что здесь есть видите люди гамак повешали тайфуют от жизни здесь гуляют тоже мои дети все выросли вот и отсюда тоже у нас шикарный вид я надеюсь что этот ветер нам не будет мешать на руковой записи такие вот цветочки которые все мои дети тоже их рву вот можете видеть вот это манхэттен остров идет а это нью-джерси и это бухта нью-йорк если приглядеться но вы скорее всего у нее не очевидно есть маленькая статуя свободы и там же виднеется березана не уверена что это видно ну что мы с вами поднимаемся вниз я вам покажу и уже потом пойдем двигаться в сторону спа там где максимально интересно на самом деле в америке или на луне у людей одни и те же потребности вот нужно помыть окна понимаете все люди занимаются одни и те же они моют окна они независимости где они живут они встречаются с друзьями они получают почту они идут в магазин на самом деле живем там и все одной и той же жизнью вне зависимости где мы находимся сейчас вам покажу еще наш мол буквально пару 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 пара рука потому что такая часть важная в нашем доме потому что там много чего полезного сейчас вам покажу что у нас есть нашем личном моле в этот мол конечно могут входить не только жители нашего здания но это очень удобно когда у тебя банк америки находится прямо в доме например начинаем наш тур по здесь у нас есть корейский ресторан здесь у нас есть магазин так дальше спускаемся вниз позади меня вы видите библиотеку в эту библиотеку мы с девчонками ходили когда они были совсем маленькие здесь проводились бесплатные занятия для развития малышей сюда же мы приходим за книгами на испанском языке таким образом нам не нужно покупать много книг на испанском что мы можем их иметь в ротации бесплатно абсолютно по эту сторону у нас аптека и там же продают там же в ликерная здесь у нас еще один индийский ресторан спа медитация йога здесь у нас есть нотариус всякие real estate и и даже у нас здесь есть детский сад а вот там я даже не хочу близко подходить потому что у меня случилась неприятная ситуация вот тут химчистка сейчас а и там еще кстати спортзал и много разных других вещей на самом деле у нас здесь много там и сапоги чинить и танцы танцевать для детей то есть есть огромное количество разных вещей которые полезны но я хотела вам рассказать про историю свою про драйклинг про химчистку принесла я свое пальто перед летом на химчистку и и там принадлежит эта химчистка китаянки семьи кита китайцев и в общем то когда я начала осматривать свое пальто это самая дорогой дорогая вещь которая есть в моем гардеробе я начала его осматривать и видела что там есть какой-то вздыбился ворс в общем для того чтобы исправить это 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 владелица начала приглаживать порс он не приглаживался она взяла знаете вот такие есть бритвы чтобы катышки сбривать она взяла этот шейвер катышки сбрывать и просто мне сбрила кусок пальто потом у нее началась китайская истерика хорошо что пришла на помощь ее подруга подруга не говорю очень попала пришла на помощь и и дочь которая нам помогла эту ситуацию развести по что мама была просто истерика чем конце концов мы сошлись после часа разборок на том что они купили новое пальто поэтому жду свое бритвы пальто и жду свое новое пальто ну я вот не знаю мне кажется в россии такого бы не было мы сейчас с вами идем обратно в дом и идем в наш спа в общем то вот вы видите мы вышли из мала и уже доходим до лобби очень быстро у нас есть проход под тоннелем нашего дома зимой даже надевать куртку чтобы сходить купить там соли вот потому что у нас внутри нашего дома очень много разных тоннелей еще одна фишка нашего дома когда вы попадаете на лобби вы попадаете на 17-18 этаж дело в том что наш дом находится на скале и я думаю что вы на видео это уже увидели поэтому если вы хотите спуститься в спа то вам нужно взять лифт вниз он теоретически находится на четвертом этаже но так как вход на лобби с 18 этажа мы находимся то нужно брать лифт либо вниз если вы вот мы сейчас нажимаем вниз мы тоже живем ниже 18 этажа не буду называть на каком этаже а то вы уже и так слишком много знаете где я живу но мы тоже всегда едем вот видите говорит что этот лифт готов нас вести вниз у нас есть четыре лифта один из которых мы берем вот как вы видите вот сколько у нас много квартир на 43 этажа мы с вами сейчас едем в спа вот и это лифт нужно вниз то есть лобби отграничивает начинается с 20 этажа наверх если от лобби вот это все что ты едешь вниз мы едем в спа это четвертый этаж сейчас я вам все покажу мы выходим так мы с вами идем в спа у нас здесь очень строгая система тебе нужно использовать твои отпечатки пальцев чтобы зайти но так как случился ковид а уже отпечатков пальцем нет поэтому будем просто звонить и они нам откроют спа у нас работает достаточно рано 8.30 а раньше даже он начинал с 6 утра работу тепло я не могу перейти я попробую перевести кнопку я вам сказала несколько раз ong а в гости у засыпи нету дано спасибо я не просто попала перешла к тому что мне встала так ну что ребят я думаю что я вам покажу Блин, я в этой комнате не была тысячу лет. Это комната для детей, как вы видите. И в холодные зимние дни нас очень сильно спасает, потому что вот такие всякие игрушки грузные, как велосипед, машинки. Вот это, кстати, я сюда привозила такой, помогать ребенку учиться ходить. В общем, разные мацы, прыгунки, домики. Все это здесь есть. Комната не самая новая. И наш дом, кстати, тоже не очень новый. Он 1975 года постройка. Но в любом случае это помогает. Дети приходят сюда, играют. Дети нашего дома, всех наших трех домов. А друг друга знают. Это, конечно, безусловно, плюс. И когда у тебя квартира однокомнатная, а детей двое, то возможность прийти, попрыгать на общем батуте, это прекрасная возможность, как мне кажется. Даже несмотря на то, что эта комната достаточно старая, ее надо было бы обновить. Но это, знаете, в нашем доме очень много идет отмывание денег. По слухам. Ну, нас это не касается. Пускай делают что хотят. А мы идем с вами дальше. И, наверное, самая интересная часть, наша спа. Здесь у нас туалеты. И, кстати, даже есть комната для фотографий. Здравствуйте! До ковида в этой комнату я сюда приходила работать, очень удобно, здесь есть везде у нас Wi-Fi, естественно, ты приходишь, садишься, выбираешь комнату и даже у нас здесь на нашем здании есть два разных пианино, что очень классно, что тебе не нужно иметь дома, что прийти поиграть, и ты можешь прийти в любое время и поиграть. Когда я узнала, что наш спа открыт, я сразу же побежала записывать для вас видео, потому что кто знает, может быть его опять закроют. Все, кстати, все, что у нас есть в этом комплексе, всем этим мы пользуемся бесплатно, мы только лишь, ну как бесплатно, ну как бы платненько на самом-то деле, мы платим ежемесячную выплату по содержанию дома, эти выплаты в зависимости от каждой квартиры, они варьируются, там складывается, получается, три, высчитывается, умножается на коэффициент, ну в общем, три параметра. Первый параметр, на каком этаже вы находитесь, чем выше, соответственно, тем дороже. Второй, какой у вас вид из дома, если у вас вид на Нью-Йорк, это будет одна цена, если у вас будет вид, например, какая-то тень странная, у меня такое ощущение, что у меня какой-то двойной нос. Дайте я переставлю, а то мне как-то некомфортно. Значит, если у вас квартира, о, с пальмами гораздо лучше, если у вас квартира с видом на Нью-Йорк, вы будете платить безусловно дороже. И следующая третья вещь важная в расчете, это сколько у вас квадратных фитов, то есть, ну квадратных метров в вашем доме. У нас квартира 937 квадратных фитов, посчитайте, пожалуйста, сколько там в метрах, я точно не знаю. Вот, но достаточно большая, однокомнатная, опять-таки, напоминаю, что в Америке комнаты считаются только спальнями, поэтому по русским меркам у нас двухкомнатная квартира, по американским меркам однокомнатная квартира. Ну а сейчас Ольга Рохас выступит с произведением «Собачий вальс». Короче, вы поняли, я ничего не умею, но очень хочу научиться. Давайте пойдемте с вами дальше. Это, кстати, пианино здесь очень старенькое. У нас есть получше, здесь половина клавиш не работает. Ну ладно, идем дальше. Тоже эта комната, кстати, очень старенькая, не очень презентабельная. Ну, слушайте, лучше так, чем ничего. Здесь мы попадаем с вами в зал спортивный, в который, кстати, тоже нужно, вот видите, 30 минут тайм-лимит. А здесь маленькая комната с... В общем, работа на руки. Здесь у нас... Здесь у нас беговые дорожки и разные другие инструменты. То есть все эти инструменты, весь зал, вы можете приходить сюда бесплатно, ну, бесплатно, и пользоваться всем, что у нас есть в здании. Здесь, кстати, они даже установили очень классные такие с телевизором, когда у тебя, типа, идет погружение в сайклинге. Так, кстати, крутая штука. Но я люблю занятия, я не очень люблю там. Дальше идем. Здесь у нас сидит менеджмент. Здесь у нас очередные комнаты для встреч, примерно такие же, как я вам уже показала. А сейчас я вас заведу в библиотеку нашего дома. Ууу, они поменяли пол. У-ля-ля! А, гораздо лучше выглядит, посмотрите. Я этого не видела, что они переделали. Здесь было очень старое пространство. Вот там стоит классный, кстати, рояль. И вот здесь до ковида я проводила очень много времени, когда работала. Прям, наверное, каждый рабочий день я была именно здесь. Уже здесь хороший Wi-Fi. Сюда люди приходят работать. И это очень классный спейс, когда тебя не отвлекают, особенно если у тебя есть маленькие дети. Я думаю, все оценят такую комнату. Но вообще эта комната у нас здесь для того, чтобы проводить разные мероприятия. То есть вы можете здесь свадьбу, играть, там, я не знаю, все что угодно. Здесь есть и кухня, бар. Здесь, в этом здании, в этом комнате мы проводятся разные праздники. Например, как Хэллоуин проводят. Проводят различные, ну, какие-то общие, в общем, такие важные события в жизни нашего дома. Мы сюда, например, если приглашаем Деда Мороза и Снегурочков, если несколько семей из Галаксии объединяются, то это уже публичное мероприятие. Соответственно, это будет здесь бесплатно. Но если это что-то для вашей частной вечеринки, то вы должны будете платить платно. Отсюда же, с этой же комнаты, вы видите, что у нас есть вот такой прекрасный бассейн, который сейчас находится в реконструкции. Вот тот угол джакузи. Вот тот угол, это детский бассейн. И здесь у нас вот такой вот классический, олимпийского размера бассейн, который, конечно, в зимнее время, но это такое маленькое Майами. И это, конечно, очень удобно, что в нашем доме ездим. Это, кстати, этот бассейн был одним из решающих факторов, когда мы думали, хотим ли мы переезжать в этот дом или нет. Мы приехали сюда в январе с Чамарой, когда мы увидели, что здесь есть бассейн. И, конечно же, мы не могли не отказать себе в таком удовольствии жить в этом доме. Вот, еще была классная квартира, которая нам подходила по бюджету. Ну, конечно же, мы этой возможностью воспользовались. Когда я снимала вам сверху, мы стояли с вами вот здесь. Сейчас мы уже пришли к Басику. Вот наш бассейн. Он пока отгорожен, потому что открытие бассейна официально только в понедельник. И у нас будут сидеть два гарда обычно, то есть которые обязательно должны быть на службе, чтобы никто не утонул, потому что бассейн реально очень глубокий, почти 10 фитов. И вот видно, где линия, где мы можем стоять, а дальше здесь вас, конечно, скроют. Но классно, что можно прыгать сверху. Вот эти шезлонги все расставят. Здесь будет гораздо уютнее, гораздо приятнее. Там есть и водичку купить. Ну, и, кстати, даже отсюда видно немножко Манхэттен такой. Легкий вид на Манхэттен все равно присутствует. Вот она эта дорога. Я думала, что я приду сюда и поработаю, но что-то такой очень громкий звук от строящегося бассейна, что я не думаю, что я буду здесь работать. Хотя некоторые люди вот загорают. Они ушли вот в тот самый крайний угол. И им кайфово. Так, еще, кстати, сейчас вам еще покажу зону барбекю, которую на 6 лет проживания в этом доме мы ни разу не использовали. Но всегда говорим о том, что мы обязательно в там сходим. Выглядит это примерно вот так. Что-то барбекю-то я не вижу. Они убрали его, понятно. Ну, видимо, из-за ковида они и брали. Вот здесь стояла зона барбекю, и можно было приходить сюда жарить. Там же вот стол, типа как бы пикник. Сейчас это выглядит гораздо лучше, потому что здесь, видите, только дом построили, а все эти годы тут была стройка, и было какое-то непонятное, в общем-то, производственное здание. И, конечно, находиться здесь было не очень кайфово. Но вот сейчас здесь гораздо лучше. Но из-за ковида убрали. В Нью-Йорке реально кайфово иметь бассейн, потому что лето здесь очень сильно жаркое, очень большая высокая влажность. И бассейн летом реально, особенно с детьми, когда спасают. Там реально спасают. Последняя комната, которую я вам не показала, сейчас покажу. Это йога-студия, которая у нас здесь есть. А, кстати, не последняя, там дальше еще кое-что есть. Сейчас я вам все покажу. Вот так, включаем свет. Ты где? Вот. У нас есть здесь такая йога-студия. Здесь же у нас проходят танцы зумба. И вообще лежит разный, ну, вот для спортзала все прибамбасы. Когда я самостоятельно приходила заниматься, я обычно прихожу именно в эту комнату, потому что здесь, как правило, нет никого. И мне нравится, что никого нет. Ну, или можно сюда еще детей привезти. И можно заниматься с детьми. Тогда у тебя не будет отговорочки, что у тебя нет времени. Естественно, висит флаг. Естественно. Идем дальше. Поднимаемся. Мне кажется, вы уже запутались вообще, куда я вас вожу. На самом деле все логично. Но не вникайте. Здесь туалет-ванная. Это вход со второго тауэра. А вот здесь моя любимая часть. Вообще, они тут реагируют на... Вот. Реагируют на моушн. Все, включились. Здесь у нас пим-понг. А, кстати, они убрали стол для бильярда. У нас еще здесь стол для бильярда. Хоккей. Но, кстати, вот здесь был бильярд, а где я хожу был стол для пим-понга. Они его убрали. Вообще, мне кажется, за время ковида они прям активизировались. И начали, наконец-таки, начиная с 1975 года, что-то здесь делать. На самом деле, до момента 1975 года наше здание было одно из самых люксовых зданий здесь на побережье Губьона. Это было первое здание своего такого рода, когда у тебя внутри есть все. Оно было похоже на отель. Конечно, на сегодняшний день строят более современные, но наши вроде бы как бы тоже тут начали что-то делать, чтобы наше здание было, выглядело молодо. Потому что, конечно, количество оборот денег, которые вращаются здесь, просто миллионы-миллионы. Потому что, если подсчитать, сколько квартир в нашем галакси, ну, то есть, представляете, 44 этажа, на каждом этаже по минимуму 7, 8, 9 квартир. Короче, математика, не понимайте сами, но их, короче, реально много квартир. Вот, поэтому деньги большие, они ничего не делали, и люди начали говорить, алё, гараж, давайте-ка что-нибудь делать. Так что мы радуемся, что в нашем доме они начали. Сейчас ещё покажу одну фишку, приятную в нашем доме. Если вы живёте на этаже 16 и вниз, то прямо на вашем этаже будет очень удобно расположена парковка. То есть, вот когда мы выходим из моего дома, открываем одну дверь, это дверь на ключе, извне не зайти, только жители, и ты оказываешься на парковочке. Это очень удобно, вон, кстати, стоит и наша машина, потому что тебе, допустим, если ты несёшь продукты, хотя продукты носить не надо, тебе может консьерж внести, а тележку ты можешь привезти, но мы иногда ленимся, потом её нужно возвращать. Очень удобно. Ты паркуешься, проходишь 30, даже можно 20 метров, ты уже находишься непосредственно у себя дома. Ну что, ребят, так, покажу вам, сколько вот стоит, например, в нашем доме. Цена на двухкомнатную квартиру 435 тысяч долларов, на аренду однокомнатной квартиры 2300, так, здесь у нас аренда тоже однокомнатная 2200, двухкомнатная, однокомнатная квартира 245, ну, наверное, там она где? facing garden в Нью-Йорк-сити. Ну вот, поэтому, наверное, подороже. И здесь тоже однокомнатная квартира, 2200. Ну, то есть, а, так, однокомнатная 315. Ну вот, видите, какой порядок цен. Да я вам хочу сказать, что мы купили квартиру по максимальной цены, которую мы вообще когда-нибудь видели в этом здании, и нам, конечно, ну, блин, реально, нам же хоть повезло. Та-да-дам, тадам! Мы купили свою квартиру за 168 тысяч долларов в 1016 году. Я очень надеюсь, что это видео было полезным. я обязательно сниму для вас тур по нашей именно квартире. Дайте, пожалуйста, знать в комментариях, если бы вы хотели это увидеть. Поддержите, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми людьми, которым вам кажется, что оно будет полезно и интересно. Я люблю вас. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok